Вторая часть Варигалы. Переносим. Привет, скучаешь? Недавно лежал в больнице и ел по утрам овсянку. Уже пишешь в комментах, есть Орик? Нет, ребята, только пить паль. Данная шутка прошла специальную комиссию. В общем, мне было ужасно скучно лежать без дела целыми днями. И тут я подумал, мы же с вами совершенно ничем не отличаемся. Вот ты проснулся, скушал завтрак, который тебе по душе, и пошел фармить экспу или голду. А вернувшись домой, уже потерял смысл жизни. Возможно, это потому, что ты совершенно пуст внутри и тебе скучно. Да, стоит ли рассказывать, сколько я бесед из-за этого дропнул? Не замечал, что твой цикл жизни все больше походит на цикл жизни Синдзи? Ребята, ну как же вам повезло, что я вижу ваш потенциал и хочу попробовать достучаться до вас. Ну же, за дело! Ничего плохого советовать не буду, ведь зачем нужны какие-то наркотики в мире, в котором существуют крабовые палочки? А вообще, знаете, что помогло мне создать видос? Соли. Соли для ванной. Обязательно попробуйте. Вы даже не представляете, как сложно найти занятие себе по душе. Так чем же мы попробуем занять свой досуг? Скажу сразу, сегодня про девок не будет, так мы сразу отсеиваем половину аудитории. Данное заявление было сделано с целью поддержать мужчин, которые знают, что такое, когда мотомото запал, но тебе отказывают даже в сауне. Специально для вас фрагмент гимна женщин. Всё зависит от болта. От! 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 Болта! Алёна, сучка, шмаратый, бечёвка пьяная, рыжая. Хо-хо-хо-хо-хо! Девушки часто называют меня крашем. Не знал, что я похож на бандикута. Кстати, об игрушках до сих пор искренне удивляет, почему права дают тем, кто типа отучился и проплатил, а не тем, кто прошёл миссию с гонкой в мафии. Игры прекрасны, именно из-за них однажды я забил на книги и переключился на визуальные новеллы. Ведь там довольно-таки интересный, эхм, сюжет. Плюс элементы выбора, от которых зависит развитие истории. Благослови бог казаха, который всё это придумал. Играя в визуальную новеллу в первый раз, сюжет предоставит тебе главного героя и, дай бог, 8 плюс аниме-девок. Сперва задаёшься вопросом, сможешь ли ты сблизиться хотя бы с одной из них, но запуская следующую игру, интрига пропадает. Ведь что-то подсказывает, что по сюжету сможешь с каждой и примерно по 3-4 раза. Главная проблема, что порой многие новеллы на оригинальном языке. Переведите, пожалуйста, чуть позже скину номер карты. В любом случае, уровень балдежа 10 из 10. Надеюсь, за популяризацию гейминга в Бравл Старс добавят скин со мной. А что же делать моим кисиком, которым скучно и хочется показать весь свой игровой скилл? Так может вам стоит поиграть в World of Warships? Давай-ка я расскажу тебе про новый ивент. 16 игроков прибывают на полигон и должны найти ключ, чтобы сбежать через портал. Ключа всего 4, а охраняют их злобные морские пришельцы. Шипа спин, клыка рук и самый страшный хищник галактики, пучий глаз. Именно в его пасте можно найти ключ. Как ты понял, ключей на всех не хватит, поэтому в итоге каждый сам за себя. Если ты не успеешь сбежать через портал, то тебя отправят восьмиугольный октагон, чтобы ты сразился с другими неудачниками в королевской битве. Не знаю, как тебе, а мне новый режим очень даже вкатил. Тем более, можно прокачивать футуристичные корабли не только в порту, но и прямо во время боя. Регистрируйся по моей ссылке в описании, чтобы победить скуку этим вечером. А в качестве бонуса получишь премиальный крейсер Аврора, 30 дней премиума, 1000 дублонов и 1 миллион серебра. Новый режим откроется после прохождения обучения и нескольких сыгранных боев. Но торопись, срок ивента ограничен. Регистрируйся прямо сейчас. Любителям хардкора же советую пройти все части Дарк Соулс. И даже на 20-м трое убийства босса, помни, если у них идет кровь, значит их можно убить. О, если бы все девки заволновались. Кстати, про девок, ты никогда не ходил с ними на свидание? В жизни нужно попробовать все. Ставь класс, если занимался виртом в Майнкрафте. А что идея? Не стесняйтесь делать то же самое, что и инвалид-колясочник, когда ему нравится девушка. Подкатывайте. Но только не начинайте как обычно. Советую устроить вонючке незабываемый европейский вечер. Испанская кухня, итальянское вино, сербский фильм. Возможно, вино подтолкнет ее на поездку в Италию. И вот тут тот самый момент, когда ты должен показать ей свою пацанскую башню. Так она точно не сможет долго ломаться, и тебе не придется думать. Как бы ее там, знаешь, салам алейкум. Тебя что бомбит-то? Ты же сказал, не будет про девок. Ааа, все понял, понял. У Капика сперматоксикоз. Да-да. Простите, соврал. Ну а что поделать? Просто шкура опять в моде. Вы видели современных вонючек? Очевидно, что у них недостаток белка в организме. Ну а вы же знаете, какой я добрый и заботливый человек. Но главное не быть пойманным за руку, как дешевка. Если девушка ко мне подкатывает, то у нее должно быть минимум три сиськи. Помните, что каждая женщина-тигрица, хоть и разной породы. Раньше мне нравились вечеринки. Сейчас я уже другого мнения. Знаете, каково это в 26 тусить с 18-летними? Вот так однажды на вписке мой друг выдал. Все телки после 10 часов превращаются в шлюп. Простите, пожалуйста. Я даже записал это в телефон и рассказываю сейчас вам. А теперь гадайте, это гениальная мысль или я просто был бухой. Тут главное иметь меру, ведь вы можете серьезно влюбиться. Решили сделать девушке предложение и уже купили ей кольцо? Сперва оденьте его на себя. Вдруг оно на интеллект и вы передумаете. А что ждет тебя в будущем? Меня не устраивает такой расклад. Думаю, бросать девушку в этот момент по эпичности точно войдет в топ-10 бросков NBA. Помните, есть только одни отношения, да и то рыночные. Тебе что, не хватает того, что мама говорит, что ты у нее самый лучший и самый красивый? Да и вообще, мне кажется, что секс это миф. Ну или тайт. А наши мамки просто бахнули много пельменей, из которых получились мы. Поймите, девки это страшное и коварное увлечение. Знаете, что произошло, когда меня бросили в первый раз? У меня печальных опытов навалом. Я уже рассказывал, что первым делом сделала моя девушка, когда я ушел в армию. Если шо, ее загонгали на первой минуте. Многие знакомства к этому ведут. И я даже сделал какие-то выводы для себя. Идеальную пару найти сложно, но я надеюсь, у вас все получится. Я пока идеальных встречал только в аниме. Так что, ну... У анимешников только и разговоров, что от членов. И это я молчу про проверку на анимешника. Путин же на каком-то стриме говорил, в России аниме никогда одобряться не будет. Хотя в Европе уже давно устраивают сходки фанатов Сао и Франкса. Ну а чего вы ожидали от мира аниме? Одеваем маску, используем смазку. А вот мой типичный подписчик, Азамат, 14 лет, пошлый. Иногда я тоже на созвоне с молодежью, так что заходите в наш дискорд или в чате к ВК. Дорогие рапсияне, власти страшно от того, что трон займет анимешник. Потому что первым делом он сделает гимном второй опенинг Джоджо. Тем самым заставив наших соседей завидовать и вновь объединиться в СССР. Ааа, простите, пожалуйста, больше не буду про политику. Поверьте, я знаю, что такое сказать за семейным столом, что Путин плохой. Кстати, в аниме тоже нет ничего хорошего. Вот вы смотрите на картинки и вам весело. А я видел полное видео, он кричал, папа, я не хочу лезть в робота. Во что этот интерес в итоге перерастает? Ох, шит. В мире анимешников все зависит от уровня. Количество тайтлов, манги, мерча. На него, кстати, особенно жалко тратить деньги. Но потом я вспоминаю, что кто-то реально покупает говнодаву за 14к. Не думаю, что твои друзья поначалу оценят это увлечение. Но обычно оно передается как ветрянка. Хочешь после аниме вернуться к нормальной жизни? Ох, шоу. Познавать с другом мир аниме, конечно, проще. Так сказать, больше вариков флексануть. Кстати, если у тебя нет друзей, и тебе предложили выбрать трех персонажей аниме, с которыми ты бы смог общаться в реальной жизни, кто бы это был? Простите, бачу детей на комменты. Бесплатно для вас сюжет современного хайпового аниме. Вау, инцест. Почему же я продолжаю смотреть аниме? БАТОМ НАХУЕТЕ Сейчас мне не так интересно смотреть новое аниме. Но классику я бы с удовольствием вспомнил. Тебя оценить старое аниме я, конечно, не заставляю. Потому что рано или поздно это приведет к... Ну что это, блядь? Про аниме, думаю, достаточно. Ну, а чего ты еще ожидал увидеть? Возможно, немного мудрости и совета? Чел, я просто ору с тебя. Ты еще спроси, почему нет новых видосов про хентай? Хорошо, я отвечу. Я стал хуёбиком. Простите мне, надоело жить хентайной жизнью. Я не удержался и стал хуёбиком. Да и вообще... То, о чем вы просите, противоречит кодексу джедаев. Мне страшно за то, чему я вас научил. Стоило разок показать вам видос про хентай, и ютуб на целый год заболел этой заразой. Считаю, детям нельзя такое смотреть. Иначе вырастет гамстер. Кстати, видос про хентай мангу будет в декабрьском спонсорском ролике. А уже в ноябре про бесконечное лето. Обязательно оформить подписку для новых бонусных видосов. Не забывай, что я работаю, чтобы кушать. Спасибо за понимание. Чем же интересным я предложу заняться теперь? Не поверите, спортом. Сегодняшнего дня все вместе тренируемся по данной программе. Первые результаты видно уже через 5 минут. Подбухивать как само собой разумеющееся. Но только не перед работой. Вы ведь знаете, у России два врага. Будильник на 6.30 и на 7. Кстати, желательно питаться овощами и фруктами. Ага, да ладно, это я сейчас так говорю. Увидите, что со мной случится после недели диеты. В любом случае, на таких тренировках я пока далеко не уехал. С возрастом упражнения будут выполняться все труднее. А потом у тебя еще обязательно будет что-то болеть. Главное, не гуглите, что это за симптомы. Даже мне уже страшно в очередной раз находить у себя рак, коронавирус и спид. Поэтому я предлагаю развлекательный спорт. Однажды мы с бабушкой решили научиться кататься на роликах. Минус, они долго зашнуровываются. Плюс, квартира. Кстати, чтобы отвлечься раньше, я слушал музыку в ВК. Но со временем начал завидовать Шизуны из Котавы, потому что она уж точно еще ни разу не слышала про ВКП. Слушая Сентуху и прочие прелести на фоне в каждом видосе, легко можно понять, что музыка это мое увлечение. Серьезно, мне даже пришлось сменить режим сна, потому что Ковинский звонит по ночам. И это я еще молчу про Real Human Bean in a Real Hero. Что за трек? Ну, скажем так, музыка, под которой хочется красиво умереть. Капик, да не умер он, блядь. Если что, это художественный фильм Драйв. Я, кстати, любил ходить в кино, но сейчас новых фильмов не упускают. Порой мне кажется, что корона это как наказание за то, что в фильмах начали показывать сплошную чернуху. Расист! Расист! Но что я могу поделать, если Голливуд сейчас типа такой, Обама молодец, не нашел для себя интересное занятие? Что ж. Зато я только что отвлек тебя от суровой реальности. А чего ты ожидал от скучного и серого мира? Ведь перед тобой открыты все двери, но у тебя словно нет прохода в мир увлечений. Так порой и странные вещи начинают мерещиться. Ой, я сейчас как Моника, которая подталкивает тебя к нехорошим делам. А потом Ютуб такой, бонг. Возможно, ты опять ничего не понял, но поверь, в тематических роликах я рассказываю ничуть не лучше. Тут как бы надо подумать, но я надеюсь, ты нашел для себя какой-то смысл. Не бойся исследовать новое. На самом деле мир не такой скучный. Создайте для себя сами идеальную жизнь. А вся эта смысловая нагрузка опять превращает видос в артхаус. Ну а я же надеюсь, что мой юный зритель вкусил плод эстетики. Домашнее задание на сегодня – пройти тест кто-то из ранеток и написать в комментах, что у тебя получилось. Не забудьте накидать лайков лютому, а теперь специально для тех, кто решил посмотреть этот видос перед сном. Всем малышам спокойной ночи и сердечко в конце. Только не вальгало, только не вальгало, только не вальгало. Ха, что? Ты супа обещал вторую часть. А, ладно, видос хрен пойми про что. Субтитры сделал DimaTorzok